В этом видео вы узнаете о принципиальном устройстве коробки передач CF9HP. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Инженер. Когда эта коробка передач в 2013 году появилась на рынке, информации о ней было мало. Теперь же в интернете можно найти много статей и видео с описанием. В данном видео сделана попытка кратко изложить всю имеющуюся информацию, а также затронуть научную сторону вопроса проектирования таких коробок передач. Несмотря на то, что в других видео уже сказано, ещё раз необходимо обратить внимание на то, что коробки передач разных компаний, за редким исключением, имеют разные кинематические схемы. Ежегодно в мире патентуются сотни кинематических схем коробок передач. Только единицы из них доходят до серийного производства. Одна из таких схем удачно вписалась в новую коробку передач CF9HP. Вы можете видеть трёхмерную модель кинематической схемы коробки передач CF9HP. Она содержит 4 планетарных ряда. Четвёртый планетарный ряд, благодаря своим размерам, компактно расположен внутри третьего. Размеры зубчатых колёс трёхмерной модели пропорциональны реальным деталям. Разработка девятиступенчатой коробки передач в 2013 году выглядела логичным продолжением тенденции роста числа передач. Но здесь стоит отметить, что коробка CF9HP, в отличие от других известных продуктов данной компании, предназначена для переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя. По данным статистики 2013 года, легковых автомобилей с такими характеристиками насчитывалось 75% от общего парка. А так как рынок 25% CF на тот момент уже практически полностью освоила, то решила захватить оставшихся 75%. Вот так выглядит схема коробки передач CF9HP. А вот такой она приведена в патенте этой же компании. Как видно, реальное расположение третьего и четвёртого планетарных рядов изменено. Размещение четвёртого планетарного ряда во внутреннем пространстве третьего позволило уменьшить осевой размер коробки передач. Это очень важно для переднеприводных автомобилей. Компания выпускает две модели коробок передач с этой схемой CF9HP28 и CF9HP48. Рассчитаны они на различный входной крутящий момент и, соответственно, различную передаваемую мощность. Данная коробка передач производится также на заводе Chrysler под обозначением 928TE и 948TE. Можно привести следующие примеры использования этой коробки передач на автомобилях Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Discovery, Dodge Caravan, Chrysler Jeep Cherokee. О других марках автомобилей, на которых установлена CF9HP, можно узнать на сайтах, специализирующихся на ремонте и обслуживании автоматических коробок передач. Непосредственно устройство и конструкцию каждой детали рассматривать не будем. На YouTube есть видео с подробной разборкой и описанием. Смотрите ссылку на это видео в описании. Что касается эксплуатации, то для коробки передач рекомендована рабочая жидкость CF LifeGuard Fluid 9 или Mopar CF8.9. Рекомендуется проводить замену рабочей жидкости после 60 000 км в гарантийный период и через 40 000 км в гарантийный период. Об основных неисправностях и ремонте коробки передач CF9HP можно почитать на специализированных форумах и сайтах. Как все гидромеханические передачи CF9HP страдают от износа фрикционных дисков, несмотря на то, что фрикционов на 2 меньше, чем могло быть. Неисправности возникают также по вине гидравлического блока системы управления. Научная проблема при разработке таких кинематических схем связана с увеличением числа комбинаций простых механизмов в сложном, которые необходимо проверить, а также с неполной формализованностью такой проверки. Данная схема имеет 4 планетарных ряда, на самом деле дифференциальных механизмов. 4 степени свободы. Для включения передачи необходимо задействовать 3 элемента управления. А так как с целью повышения комфорта необходимо переключать передачи за счет включения одного и выключения другого элемента управления, то трудоемкость перебора вариантов повышается. Несмотря на то, что перебор ведется компьютером, расчет занимает длительное время и предположительно не учитывает очень большого числа вариантов, которые остаются неисследованными, в том числе из-за неполной формализации решения задач. В результате проектирования и подбора числа зубьев, зубчатых колес, коробка передач CF9HP имеет следующее передаточное отношение по передачам. Порядок включения элементов управления позволяет обеспечить комфортное переключение не только на смежные передачи, но и через передачу, что очень важно при таком числе передач и относительно узком диапазоне передаточных отношений. Сравните с диапазоном 6-ступенчатых коробок передач Allison, MZKT, CF. В свою очередь 4 степени свободы и 6 элементов управления позволяют получить 20 передач, если инженеры и ученые смогут найти такую схему. В трехстепенных схемах при 6 элементах управления можно получить всего 15 передач, но это еще не все преимущества. Если число степеней свободы 4, то включенными должны быть 3 элемента управления. При 6 элементах управления в трехстепенных коробках передач в выключенном состоянии находятся 4 элемента управления. Когда элементы управления, в качестве которых в автоматических коробках передач чаще всего выступают фрикционы, разомкнуты, они создают дополнительное сопротивление за счет трения ведущих дисков, а ведомое. Если в 4 степенной кинематической схеме на один такой элемент управления меньше, то и потерь на трение в ней меньше. Но и это еще не все. Как указано в описании и видно на фото и видео при разборке данной коробки передач, два элемента управления сделаны в виде зубчатых муфт. Зубчатые муфты отключены на высших передачах, а это значит, что только один из трех элементов управления, отключенных на высших передачах, является фрикционом. Таким образом, потери от трения дисков сведены к минимуму. Это позволяет сэкономить по данным CF 16% топлива. Аналогичные функции по снижению расхода топлива выполняет зубчатая муфта и в конструкции коробки передач Allison TC10. Может возникнуть вопрос, почему же и этот фрикцион не заменить на зубчатую муфту? Также можно будет сэкономить еще больше топлива. На это есть свои причины, для рассмотрения которых требуется отдельное видео. На трехмерном изображении кинематической схемы коробки передач CF 9HP белым цветом показаны элементы управления, черным цветом выделены зубчатые муфты, остальные элементы управления – фрикционы. Переключение с первой по девятую передачу выглядит таким образом. Из нейтральной передачи можно включить передачу заднего хода. По аналогии с показанным в видео про коробку передач Allison 3000, выводом формул для определения передаточных отношений, то же самое можно сделать и для CF 9HP. К тому же для исследования кинематической схемы необходимо выполнить кинематический и силовой анализ. Чтобы узнать, как их делать, жмите кнопку подписаться и продолжайте смотреть полезные видео о технике и технологиях на канале Инженер. Продолжение следует...